Из-за затяжных дождей, добившего город понедельничного ливня, оказались залиты водой сразу несколько районов Хабаровска. Первые сообщения о затоплениях пришли в воскресенье днем с улиц Вахова и Сысоева. Главный перекресток микрорайона «Строитель» и единственный выезд из него превратился в полосу водных препятствий. Местные жители отметили, что такой объем воды появился на их дороге впервые. В предыдущие годы ливневая канализация работала исправно и не давала сбоев даже во время критически высокого уровня Амура. Накопительный характер появления был и у озера, появившегося на улице Краснореченской в районе бывшего кинотеатра «Восход». Вода захватила проезжую часть, газоны и трамвайные пути. Движение электротранспорта остановилось. С наступлением темноты, когда уровень воды снизился, вагонам дали зеленый свет. Пробираясь через стопь с черепашьей скоростью, почти речные трамвайчики двинулись в депо. Такого же низкого темпа придерживались и автолюбители. Неосторожное преодоление лужи грозило не только поломками, но и потерей госномеров. Обнаруживали пропажу водители далеко не сразу. За время работы съемочной группы за табличкой вернулся только один автолюбитель. Рамки не было. Рамки не было. Один номер потеряли? Да, один за ним на месте. Все, спасибо вам большое. А жители поселка Красная Речка, особенно улицы переулков, расположенных ближе к Амуру, невольно испытали дежавю. Подъезды к домам, приусадебные участки и даже жилые постройки снова попали в зону затопления. Река в этом случае была ни при чем. Система стоков и водоотводов не выдержала вечернего часового ливня. Люди стали терять все восстановленное после 2013 года, не имея никакой возможности противостоять стихии. Такого не было при наводнении даже. Вот это, я не знаю, вода на глаза подымалась. Вчера, позавчера ливень шел. Ну, это было нормально. Она успевала уходить. Как только там перекрылось что-то, не знаю, она все сразу хлынула сюда. Некоторые из домовладельцев, наученные горьким опытом, запустили насосы. Это позволило сдержать воду, но не избавиться от нее. Это уже упала вода. Весь огород затоплен. То же самое происходит и на соседних участках. У человека дом в воде. Еще одно наблюдение бывалых – слишком резкое затопление. С затяжными дождями предыдущих дней стоки справлялись, но в понедельник система будто закупорилась. Некоторые из пострадавших от дождевого паводка предпочли переночевать у родственников. Среди них были и семьи с маленькими детьми. Индустриальным районом зона бедствия не ограничилась. Сообщения о повышении их уровня воды поступали из поселка имени Горького, частного сектора улицы Воронежской и микрорайона на базе КАФ. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Соколова и Андрей Алферов. Зак protagon και демократining прогноза домов. Прогнозы. Прогнозы. С остроина. Ольга Соколова. Прогноза.